Всех приветствую, друзья! С вами Кимеев 1. Наверное, около года, наверное, не заходил я в Большую Картоху, ну, может, чуть меньше. И зайдя сюда, увидел вот такую вот халяву или подарок. Забирай свой подарок. 14 дней премиума, 3 премиум-машины 8 уровня в аренду на 14 дней, боевая задача X2, боевая задача 1000 золота, боевая задача 2,5 миллиона кредитов. То есть они подготовили какую-то подписку, где мы будем, типа, прем-аккаунта, будет золото капать, серебро вдвойне капать, как при прем-аккаунте, какие-то еще плюшки, и за какую-то подписку месячную. Давайте сейчас мы ее и посмотрим. Сейчас это пробный набор, но это то же самое, что, как говорится, будет при этой подписке. Сейчас просто дают потестить, видите, что написано, какие преимущества будет давать эта подписка. Давайте посмотрим внимательно. Потому что это действительно интересно. Может быть, это будет выгодно, и там за небольшие деньги до 500 золота в неделю будет падать. Каждые 7 дней хранилище золота открывается. Ну, неплохо, в принципе-то. Победа 7, поражение или ничья 7, генеральное сражение, линия фронта, натиск. Ну, это по режимам, какое количество золота можно получать. Далее. При активной подписке экипаж одной выбранной машины получает на 50 опыта каждые 5 минут. Получает по 50 опыта каждые 5 минут. Находится игрок в ангаре или нет. Ну, так-то прикольно. То есть, находится ты в ангаре или нет, но это есть. Бесплатный демонтаж оборудования, больше наград в ежедневных задачах, командный бонус к кредитам, активация к отмене подписки. Ну, можно ее, значит, и отменить, но она все равно будет действовать на то, что вы уже заплатили. Неплохо. Ну, а сейчас пойдемте сыграем первый бой мы за долгое время. Наверное, на хэвике и сыграем, раз у нас тут он выпал, стоит первый. Давно не играл на нем, Т-57 хэви, барабанный. Так, что у нас здесь получается? 258, 400, 340, 400 на голде. Вроде дополнительно ничего ставить не будем. Там слот свободный был. Ну, это, можно было что-то поставить, улучшить орудие или там еще что-либо. Не будем ничего ставить. Поехали как есть. Давно не играли, сейчас попробуем. О, промзона попала. Здесь карта. В принципе, неплохая карта для тяжелого танка. В развалины сейчас поедем, попытаемся пострелять с нашего барабана. Интересно, кто играет все это время, не пропускал. То же самое, турбопобеды, турбосливы так и льют, как обычно это идет у картохи. По-другому-то они не умеют. Как-то без турбо, да без турбо, в одну или в другую сторону. Посмотрим. Так, что у нас с правой стороны? Ну, туда и поедем, честно, направо в промзон. Только немножко правее возьмем, для того, чтобы, если вдруг какой-то светляк будет светить, не получить от ПТшки, которые вот так вот на угол едут сразу сюда, можно выхватить. Насколько я помню, если там не переделали карту, то все так и остается. Все равно же они перелопатили, вроде как некоторые карты по новой их сделали, где там совершенно было дисбалансные респы. Вроде писали. Ну, а тут вроде все то же самое с высоты птичьего полета. И вот здесь вот мы и заедем. Мне когда вообще нравился мне этот танк. Ну, вот у него пусть перезарядочка, может, казалось кому-то долго. Мне кажется, нормальный. Медленный он очень. Перезарядка вообще у Хэвика сейчас она, по-моему, очень хорошая. Да, он медленный по сравнению с 50Б, но зато у него есть бронишка какая-то. Можно отбивать, я думаю, многое, если ничего не изменилось. Неплохая вроде броня, ребят. Была, была. Это насколько я все помню. Они же постоянно какие-то танки вводят, которые уже нивелируют предыдущую броню, которая была такая дикая. Так, ну, сейчас мы здесь посмотрим. Стоять мы не будем. Ждать кого-либо. Ну, раз их нет, наверное, будем продвигаться вперед. Подожмемся вот сюда, к их развалинам ограде, говорю. И здесь посмотрим, кого мы сможем отстрелять. И сразу же посмотрим самую вот эту левую часть. Тут можно и арту засветить, и ЛТшки тут летят. Часто и ТТ едут. Можно барабаном остановить, попробовать, но пока никого. Хотя арта может быть еще туда едет. Наши уже 2.0 ведут. Ой-ой-ой. Ну ладно, тогда отстреливать барабанчик в него. Так, второй. Сейчас он уже на перезарядку успеть бы сейчас еще одну тычку дать и уехать. И уехать, успеть уехать. Не пробил он меня, а мы весь барабан разрядили. Не зря поджались. Правда, сейчас, так как я засветился, может кто-то сзади приехать ко мне. По самой крайней линии. Вполне, вполне это может быть. Ох, и сразу наши сюда прилетели. 2 ИСа-7. Один уже наполовину отскочил. Так, раз они здесь, то что получается. Мне там не поиграть, они мне все равно не дадут там пострелять. Вдвоем подкатили. Давай попробуем. Давайте попробуем по-наглому вот сюда приехать. Конечно, я сейчас барабан отстреляю. И на меня, если пойдут танки, то мне будет... Ой, как плохо. Да, вот он уже идет. Это француз. С неплохой броней, кстати. Не весь барабан можно его реализовать. Буду сходить, вытаскивать его на себя пытаться. Ох, он не один. Да, надо отступать, друзья мои. Отступать, иначе, наверное, мне будет плохо. Я все время в свете. Но придется их немножко пугать. Типа я на них еду. И катить назад. А он... Ну, и на гуслю бы его поймать. Так, он меня пробьет. Сейчас нет. Он меня не пробивает. Я его дважды пробил. Сейчас на каточки я не поставил. И третий раз пробил. Три здесь из четырех выстрелов реализовал я. Ну, и сейчас, конечно, у меня перезарядка намного дольше, чем он. Здесь он меня пробил. Надо уходить к своим. Еще и арта мне накидывает. А нашу он уже сзади. Красавцы. Просто красавцы. 8-2 счет. Сейчас бы успеть еще чуть-чуть пострелять. Потому что я так чувствую. Вот так. Забрали мы его. Но раз мы начали, как говорится, его калечить, мы его и закончим. 12-2. Ну, наверное, турбо-бой. О чем я говорил, ребят. Турбо-победа. Ничего не изменилось. Картохи, друзья мои. Это бесполезно. Вот успел за счет барабана еще два барабана раздать. Это 8 пробоин сделать. И я думаю, на этом все. Сейчас арту они вперед убьют. Ну-ка, отсюда я его вижу. Нет. Да, ничего не поменялось в картохе. Конечно, неприятны вот эти турбо-победы. Турбо-бои. Ну, знаете, сколько он длился. Не знаю, кому мне вот это вообще неинтересно. 15-2 сейчас счет будет. Ну, 15-3. К чему это? Что 2 минуты бой длится, и на этом все закончено. Ты свой фланг продавил, никуда не ешь. Ну вот, а если бы цикличная пушка, которая там перезаряжается, фиг знает поскольку. Две тычки дал и ушел в ангар с победой или ушел в ангар с поражением. Смысл-то какой? Ничего не меняется. Ну, вот сейчас я успею кого-либо встретить. Вряд ли. Да, не такой быстрый, чтобы даже успеть. Да, вон, к последнему танку. Можно не ехать даже, ребят, смысла нет. Турбо-победа. 15-2. В принципе, с подпиской они придумали тему интересную. Ну, тем более подписка она не такая уж и дорогая. По крайней мере, будет кредитов больше падать. Какое-то золото до 500 в неделю, то есть 2000 в месяц. Будет это падать как в сейф, как они говорят. Вместе с серебром потом раз в неделю сейф будет открываться и вам падать это все на аккаунт. В принципе, я считаю, неплохо. А вот все, что остальное, ну, вот она, турбо-победа, 5 бон заработали. Особо поиграть-то и не получилось. Но приехал я правильно, да, чуть-чуть раздал. Получены награды. Танковый преми-аккаунт. Ну, потому что у нас боевой путь открылся. Вот я прошел первый бой. Вот что мы успели, вот, втроем настрелять. Да, некоторые ребята хотели пострелять и даже, наверное, не успели этого сделать. С той стороны я вообще молчу. Может, некоторые одной тычки не дали. Ну, вот золото в резерв добавлено, ребят. Вот, как и говорил, 4 одному, 4 другому на этом все закончилось. Особо тут смотреть. Ну, в плюсе, да, потому что как будто бы премиум аккаунт. Эта подписка дает премиум аккаунт. Вот так он у меня. Вот так он оборудованный. Вентиляция, стабилизаторы и приводы. Это как, наверное, лет 7 назад поставил, так оно и стоит. Сейчас можно все изменить. Вот такой бы и комплект. В принципе, что можно сказать? Да, ну вот, посмотрите. Здесь не сильно хороший экипаж, кстати. Может быть, куда-то еще его пересаживал. Потому что тут один перк прокачан, а второй до конца даже не докачан. Характеристики у танка, по-моему, не поменялись. Да, вот обзор. За счет этого там пробой, броня. Какой был полгода назад. Ну, за счет того, что поставили такое оборудование, немножко сведения и разброс поменьше стал. Танк хорош. Танк, конечно, потрясающий. Я думаю, любимым многими. Ну, кто-то предпочитает, конечно, более быстрые танки. Вы помните, я делал видео. Я на 57 Heavy, со взводным у Чирса на 50 B. И мы сравнение как бы делали. Да, тот побыстрее, но нет брони. Мы помедленнее. Но есть броня. В принципе, для каждого игрока найдет свой танк. С вами был Кимиев1, ребят. Пишите свое мнение по поводу этой подписки, как вы, за или против, по поводу этого боевого пути. Ну, и по танчику, какие он претерпел изменения. Может быть, я чего-то и не успел увидеть, пока меня не было. И здесь сейчас не успел за этот бой уследить, что с ним изменилось. Потому что слишком быстро все произошло. Всем пока и скоро услышимся вновь.